Приветствую! Это Сэппиэнд и суровая индустриализация с пятым Грегтеком. И в сегодняшней части я бы хотел, во-первых, похвалиться. Похвалиться тем, что механизм был благополучно похоронен. Его энергоячейку я сумел, точнее как, не то чтобы сумел, а спокойно заменил на капаситор-банки из Эндер-ИО. Но делаются они, в общем-то, несложно, но требуют определенного количества редстоуна и золота с глоустоуном. Но в целом ничего такого сверхдорогого, в общем-то, нет. Скажем так, вполне разумная стоимость. Капаситор-банк, к слову сказать, может образовывать мультиблок. Из него можно собирать любого размера батарею, и их емкость при этом суммируется. И для его автоматизации в самом моде Эндер-ИО есть такой замечательный блок, как Power Monitor, который обязательно нужно подключить Energy Conduit в сеть, в которую капаситор-банк отдает энергию. И в нем можно настроить порог срабатывания. Он начинает выдавать редстоун-сигнал, когда уровень энергии опускается до вот этого вот, скажем так, предела до 10%, и перестает, когда он поднимается до 99%. Обе величины, соответственно, настраиваются. Ну и он уже выдает редстоун-сигнал, точнее, этот сигнал передается во все двигатели, они благополучно включаются, работают, заряжают и так далее. Единственный как бы минус, это минус один RF-затик, это стоимость работы самого Power Monitor. Ну, я думаю, эту величину я могу себе позволить довольно легко. А в общем целом, если посмотреть на, скажем так, сканер, то больше нигде никакого халявного осмия мы не увидим. Да, тут все еще полно рут, к сожалению, из всяких разных прочих модов. К сожалению, при генерации мира я это дело не учел. Ну, да, что теперь сожалеть. Но никакого больше халявного осмия. И это хорошо и здорово. А заняться я сегодня хотел бы определенного рода прикладными вещами. Дело в том, что вот эти замечательные сумки из моды Форестри имеют, в общем-то, не такой уж большой объем, всего лишь 15 слотов. Учитывая инструментарий, который сейчас используется... Гроза пришла внезапная. Учитывая инструментарий, который сейчас используется для поиска полезных ископаемых, как-то лазер и сканер, в общем-то, нагрудник с огромным запасом энергии, очень энергоэффективная еда, в смысле, очень сытная, то можно очень надолго уходить в шахту. И наиболее узким, скажем так, местом является объем инвентаря. Он достаточно... Ну, не то чтобы достаточно быстро, но он забивается гораздо раньше, чем, скажем, садится на грудник. И поэтому очень хочется увеличить объем сумок. Благо дело это сделать вполне себе возможно. У каждой сумки есть продвинутый вариант, который делается с использованием, ну, там, алмаза, базовой сумки, карпентера, это все фигня, и шелка. Шелк добывается только исключительно из шелковистого прополиса, а это продукт переработки пчелиных сот. Причем строго определенного вида пчел. И вот именно прикладным пчеловодством, именно в целях получения большего объема сумок, я бы хотел сегодня заняться. Эти самые силки комп приносят несколько видов пчел. Тропические. Пчелы базовые, их можно найти в джунглях. Проблема в том, что сами джунгли мне найти пока не удалось, хотя я очень старался. Прям-таки очень. Обследована огромная территория, но джунгли так и не найдены. Поэтому придется пользоваться альтернативными вариантами. Из альтернативных вариантов, ну, экзотики я не рассматриваю, эта пчела получается селекцией тропической. А вот эндерик, эденик тоже не рассматриваем. А вот лепарин пчела очень даже вполне подходящая, потому как она получается при скрещивании двух легко доступных базовых пчел. Луговой и лесной. И вот именно за пчелами мы сейчас и пойдем. Точнее, полетим. А для того, чтобы их добывать, мне потребуется... Кажется, скуп он назывался. Да, сачок. Много пчел мне не нужно, поэтому делать всякие разные варианты электросачков я не буду. Воспользуемся самым обыкновенным. Всего лишь палочки и кусок любой шерсти. Так, палочки у меня делаются в лейсе. В любых количествах. Ну, а кусок любой шерсти должен быть в МЕ-системе. Так, есть. На всякий случай, наверное, сделаю парочку, потому что они довольно быстро расходуются. Так, еще один такой же. Вот. Ну и дальше хорошо бы дождаться ночи. Хотя, что ее дожидаться? Вот она сейчас как раз есть. По ночам искать ульи, правда, к сожалению, уже утро, гораздо удобнее, чем днем, потому что они светятся. Ну и вот как раз один из них, Мэдоу Улей, прям здесь вот на лужайке далеко ходить не надо. Я надеюсь, эти зловреды мне не очень-то помешают его собрать. Улей нужно разбирать строго сачком, иначе из него ничего не выпадает. А вот если разбить сачком, то выпадает все, что нужно. Ну что ж, лесных пчел стоит поискать в лесах. Сейчас я полетаю, поищу и покажу, как они выглядят. Вот таким вот образом выглядит лесной улья. Они белые, и если днем их, в принципе, видно не очень здорово, хотя они, конечно, контрастные на фоне леса и видно хорошо, то ночью все светится, достаточно удобно их искать. Из каждого улья выпадает одна или несколько, ну, как правило, не более одной принцессы. Редко, по-моему, может выпасть вторая. Один или, как правило, один дрон того же вида, ну, и может выпасть медовая сота, опять-таки, соответствующего вида. Почти что у каждой пчелы свой вид сот, который они приносят. У меня сейчас, как минимум, не хватает лесного дрона, поэтому мне придется побегать, поискать его еще. Жалко, конечно, что наступило утро, по ночам это делать удобнее. Делать эту ночь у нас только удобнее, что днем, в общем-то, искать пчел почти нет никакого смысла. Двух сачков как раз хватило, чтобы забить пчелами весь инвентарь. Пчелиные принцессы не стекаются. Дроны, если у них одинаковый геном, стекаются легко и непринужденно. Причем принцессы это штука такая, которых, насколько мне известно, размножать нельзя. И сколько вы их найдете, столько у вас и будет работать. Они многоразового использования, могут фактически использоваться неограниченное количество раз, но само их количество от этого никак не меняется. Основная масса это лесные и луговые. Ну и еще одну пару принцесса плюс дрон я добыл зимних. Это в любом биоме, где лежит снег. Можно найти... У них есть один небесполезный ген, который мне, возможно, пригодится. Может быть, нет, но на всякий случай я их принес. Для хранения пчел можно использовать специальный сундук пчеловода. Он делается из стекла сундука и пяти любых пчелиных сот. Ну и для переноски можно сделать сумку пчеловода, которая, соответственно, делается из сундука пчеловода. Какое-то количество пчелиных сот у меня есть, целых 16, то есть сундук я себе вполне спокойно могу позволить. И, наверное, позволю себе его. Вот он готов. Дальше нужно подумать, куда бы его поставить. Ну, в общем, я пока ничего хорошего не придумал, поэтому поставлю его где-нибудь себе вот... Интересно, если поставить его под блок, он будет открываться или нет? Будет замечательно сундук. Ему пофигу где стоять, он открывается в любом виде. Ну что ж, он содержит пять страниц, каждая по 25 слотов. Очень удобный, очень емкий, то есть по сравнению с любыми другими сундуками, в общем-то, выигрывает на порядке, скажем так, по количеству хранимых пчел. Так, значит, выгружаем, выгружаем, выгружаем все это дело. Ну, вот как раз на одну страничку все поместилось. Замечательно. Далее. Скрещивание пчел, селекцию пчел, вывод нужных пчел и так далее можно, скажем так, проводить двумя путями. Можно пользоваться ванильным форестерским путем, ставить обычный улей, сажать туда Мэдоу Принцесс и Форест Дрона или наоборот Форест Принцесс и Мэдоу Дрона, надеяться, что они мутируют в новый вид, вероятность там довольно небольшая, анализировать гены того, что получается. У них, в общем-то, реализована вполне реалистичная генетическая модель с доминантными рецессивными признаками, активными пассивными генами и так далее. А можно воспользоваться модом Гендастри, который позволяет получать нужных мутантов с гарантией и в одну операцию. Но жрет при этом довольно много энергии. Если я ничего не путаю, давайте посмотрим, сколько там у нас на эту почему-то потребуется. так, лепарин, мутатрон, 200 тысяч рф за одну операцию. Мне, в принципе, этих операций-то нужно, скорее всего, не так уж и много, поэтому я себе вполне спокойно смогу это дело позволить. Но, как минимум, мутатрон вполне возможно, что и... Хотя, нет, вот анализировать гены прямо сейчас не будем. Давайте просто соберем мутатрон, ну и мутаген-продюсер тоже, потому что его нужно получить как минимум. А получить его можно из редстоуна, из урана, кстати, 235-го. Логично, да, вполне согласен. Радиоактивный уран очень помогает в мутациях. Давайте посмотрим, так, его нужно, ага, по целому ведру мутатрона на каждое скрещивание, о, мутагена. То есть, в принципе, в принципе, 235-го урана сюда закинуть вполне себе можно. Единственное, только получить его, наверное, сложно, хотя, так, а какой у меня уран-то тут есть? А, у меня 238-й. Ну, в общем, так или иначе, из чего-нибудь мутаген мы получим точно. Давайте посмотрим рецепты этих двух механизмов и соберем их себе. Значит, так, 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 где он там? Так, нет, это репликатор, вот он, мутаген продюсер, вот это то, что мне нужно. Так, крафт довольно комплексный, но на самом деле недорогой, ну, не особо дорогой, по крайней мере. Здесь у нас просто бронза, просто хоппер, ничего такого. Бронзовые же шестеренки делаются из каменных фактически. Стади кейсинг, ну, это корпус для многих механизмов из Фореста, делается, опять-таки, просто из бронзы. Далее, пауэр-модуль, поршни, шестеренки, золото, Redstone, ничего такого. И, наконец, мутаген-танк, еще проще, оловые стеклянные панельки. Это раз механизм, второй механизм, это, собственно говоря, сам мутатрон. Я, если честно, не помню, нужен ли мне обычный мутатрон или advanced мутатрон. Вполне возможно, что advanced, потому что в обычном, насколько я помню, нельзя выбрать ту конкретную мутацию, которая мне нужна. В некоторых случаях сочетание двух разных видов может давать несколько различных мутаций. И вот выбрать какую-то определенную из них я смогу только используя advanced мутатрон. Ну, в общем, целом, тут тоже ничего особо дорогого, хотя немножко все же есть. Повозиться придется. Значит, сам мутатрон. Бронза-бронза, это мы уже смотрели, Power Module смотрели, Be Receptical. Be Receptical делается из бронзы, там, с золотой пластинки Redstone на стекляшек, фигня какая. Генетик процессор, вот это несколько более дорогая штука, делается он либо руками из четырех алмазов, либо в Assembly Table из двух алмазов на Zerkwarze и еще Pullsating чипсета, который даже аж целый Enderpearl требует, ну, на самом деле, половинку Enderpearl, и делать его можно в том числе в Forming Press, будем иметь в виду. Так, и таких процессоров мне здесь потребуется один сюда и еще два на Advanced Mototron, то есть три штуки, ну, в общем, целом, полтора Enderpearl мы на этом потратим, не страшно. И все. А, ну и алмазов, конечно, какое-то количество уйдет. Ну, что ж, сейчас я, пожилой, все это дело соберу. Ну, что ж, вот один продюсер готов, Mototron готов, Advanced Mototron тоже готов, и, в общем-то, теперь их осталось подключить, поставить, точнее, подключатся они сами. Ну, давайте куда-нибудь сюда вот их бахну. Сверху они будут питаться, значит, Motogen продюсер с краешку, а Mototron к нему как-то так вот сбоку. Они, по идее, начали заряжаться, внутренние буферы у них гигантские. Тут 5 миллионов РФ, а тут, в общем-то, 1,6 миллиона РФ, то есть, это как минимум надолго. Ну, и мне нужно произвести какое-то количество мутагена. Я, наверное, все-таки воспользуюсь, кстати, вот, производство мутагена очень дорогое. Обратите внимание, на одну операцию нужен миллион РФ. Причем, вообще, без разницы, что это за операция, то есть, мы можем, не важно, какое количество, мы можем получить очень разное количество мутагена, затратив одно и то же количество энергии. Я, наверное, все-таки воспользуюсь блоками редстоуна, хотя, давайте посмотрим, тени пайлов ураниум 235, как можно тебя получить вообще? Так, 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 хорошо, а вот этот тени пайлов ураниум 235, как можно получить? Ага, в термальной центрифуге, перерабатывая, нет, 235 урана у меня нету, этого тоже нету, это мы не рассматриваем, ага, вот, 238 уран, можно загнать в центрифугу и через 40 секунд с 20% шансом всего лишь мы получим уран 235, и еще при условии, что все это радиоактивно, ко всему прочему, вот, поэтому, наверное, все-таки пока что мне не хочется заниматься радиоактивными фигнями, и поэтому я все же воспользуюсь редстоуном, благо дело, его столько жил найдено, что, в общем-то, копать не перекопать, так, мне понадобится, допустим, допустим, я не знаю, там парочка, наверное, блоков редстоуна, давайте поплющим, подождем, пока все это дело зарядится, так, здесь уже что-то можно, давайте сюда закинем по одной пчеле, ну, пусть это будет, допустим, форест принцесс и мэдоу-дрон, как-то так, вот, на выбор у меня есть коммонквин, либо липидорин, именно липидорин-то мне и нужен, его я, конечно же, смогу выбрать, как только заряжу сюда еще один компонент, необходимый для изготовления, для производства мутации, это genetic labware, они потребляются на каждую операцию, и стоят одну шестнадцатую алмаза, ну, не самый дорогой крафт, хотя, конечно, не будь у вас алмазов, или будь с ними большая-большая-большая напряженка, то это все стоило бы, скажем так, отложить на более поздний срок, так, я что-то не вижу здесь, стекло есть, панелек нет, а, стоп, у меня же здесь панельки оставались, да, да, значит, здесь и будет этот рецепт, тыньк, есть, я думаю, шестнадцати операций мне хватит с ушами, ну, что ж, дальше осталось произвести мутагена какое-то количество, миллион тут уже есть, блок редстоуна уже тоже есть, забросили, процесс пошел, процесс не быстрый, но уж какой есть, забрасываю сразу еще один, так, энергия тратится, там, благо дело, запас, хотя уже где-то на пятую часть просел, ну, в общем, дождемся производства липидорин королевы, готово, липидорин королева, королева от принцессы отличается тем, что она уже оплодотворена, то есть, в принципе, как происходит скрещивание пчел, мы берем принцессу, берем дрона, они скрещиваются, получается королева, которая какое-то время живет в улье, добывают мед и так далее, и после чего умирает, оставляя после себя в качестве потомства принцессу и несколько дронов от одного до четырех, в зависимости от генома. С геномами мы прямо сейчас заморачиваться не будем, но у нас есть королева нужного нам вида, и нам нужен, собственно, улей, в котором она могла бы поработать. А улей я, пожалуй, тоже сделаю сразу же индустриальный, ну, благо, дело, я себе вполне могу это позволить. Да, он потребляет энергию, но зато в него можно вставлять некоторое количество весьма полезных апгрейдов, одним из которых я, в общем-то, устраню один из факторов, мешающих работе пчел, дело в том, что подавляющее большинство пчел требуют пребывания на улице для того, чтобы работать, то есть, открытые линии в небо, и в коньоне просто так работать они не будут. Кстати, говоря, система, аккумулятор разрядился, система включилась, теперь заряжается, тут даже можно увидеть, что где-то примерно по 200, сколько-то там, 60, 20290 RF-затик. Можно туда, конечно, добавить движков еще, но, в принципе, здесь уже все зарядилось, поэтому больше пока энергии никуда тратиться не будет. Ну что ж, возвращаемся сюда. Индустриальный улей. Здесь все компоненты нам уже знакомы, и апгрейд, который мне в него обязательно нужно будет сделать, это вот он, Open Sky Upgrade. Всего их тут довольно много, каждый из них увеличивает потребление энергии, какие-то можно вставлять строго по одному, у каких-то других количество, скажем так, описано, в каком именно они могут быть применимы. Но здесь ничего сложного, синяя краска, стекло и апгрейд фрейм, который делается из олова, редстоуна и золотых наггетов. Сейчас соберем. Готово. Улей собран, Open Sky Upgrade собран, дополнительно я еще автомэйшн апгрейд сделал. Делается он довольно несложно, из того же самого апгрейд фрейма, там, поршни, шестеренки, парочки, редстоуна. Что он делает? По окончании цикла жизни королевы у нас вот в этом вот инвентаре оказывается, ну, во-первых, вся продукция, что произведена, то бишь, медовые соты, принцесса и дроны. Вот этот вот апгрейд автоматически берет принцессу, кладет сюда, берет одного дрона, кладет сюда, они скрещиваются и цикл жизни уже новой королевы продолжается снова. То есть, с этим апгрейдом улей, в общем-то, может работать безлимитно долго, ну, пока, по крайней мере, у него не забьется весь инвентарь. И еще, каждой пчеле для того, чтобы работать, нужно какое-то определенное растение. Определить, какое именно растение можно либо при помощи биолайзера, проанализировав ее геном, либо при помощи Википедии и, в общем-то, гугла. Этим пчелам нужны цветочки. Цветочек подходит как растущий на земле, так и растущий в цветочном горшке. Поэтому я сейчас, наверное, где-нибудь вот здесь вот сзади, прямо вот рядышком с ульем, поставлю цветочек в горшочек, заброшу пчелу в улей. Так, ага, ей еще и света недостаточно. Так, почему? Если опыт SkyUpgrade стоит странно. Все нормально. Добавил еще LightUpgrade. Оказалось, что просто-напросто была ночь, а по ночам пчелы просто так тоже работать не хотят. LightUpgrade тоже штука совершенно не сложная. Так, сейчас рецепт это я не то нажал. Glowstone, стеглышко и тот же самый Upgrade Frame. Ничего такого. Цикл жизни этой самой королевы мне, например, о, цветка не нашел. Как так? Почему? Вот же он. Хм, странно. Оказалось, что цветки в горшках, к сожалению, не подходят. Что странно, раньше подходили. Ну да ладно, придется терпеть кусок земли в техцентре. Теперь все работает, вот уже первая продукция есть, ну и цикл жизни у нее достаточно длинный. В принципе, если вам нужна именно продукция с пчел, то имеет смысл делать их с как можно более длительным циклом жизни, просто чтобы тут не набиралось какое-то количество безлимитных дронов бесполезных. Ну что ж, силки комп мы получили. Что дальше? Дальше нам нужна центрифуга, а, кстати говоря, нам вполне подойдет центрифуга из наша родимая Греговская. Давайте ей воспользуемся и посмотрим, что у нас получится. Так, вот она на выходе. Эрис. Так, силки прополис, а вот его точно так же можно прогнать еще раз в ту же самую центрифугу. Замечательно. Так, хани дроп забираем, это наш мед. Во, силки висп есть. И вот таких вот мне на сумку нужно очень-очень много. 9 штук уходят на каждый Wolven Silk и еще, соответственно, 7 их уходят на каждую сумку. 7 и 9 63 штуки на Дингерс сумку и еще 63 на Майнерс. В общем, почти что два стека шелка. Это, конечно, процесс не быстрый, либо я могу вывести еще некоторое количество принцесс этого вида. Ну, как бы то ни было, процесс идет и давайте дадим ему возможность до чего-нибудь дойти. А для того, чтобы процесс происходил быстрее, я, во-первых, поставил все-таки 4 индустриальных улья, в каждом из которых, соответственно, сидит Лепарин Королева и плюс еще дополнительно добавил в каждый сил апгрейд. Дело в том, что в дождь пчелы сами по себе тоже не работают. В принципе, у них, у некоторых видов есть гены. Один из которых позволяет работать несмотря на дождь, второй из которых позволяет работать несмотря на ночь, третий из которых позволяет работать несмотря на отсутствие линий в небо, то есть, прям в пещерах. И все вот эти вот апгрейды вполне можно заменить генномодифицированными пчелами. Но заниматься селекцией достаточно долго и трудоемко и прямо сейчас в общем-то такой цели у меня нету. Поэтому я просто-напросто заменяю скажем так генетику инженерией что ли и произвожу все эти модификации за счет апгрейдов. Слотов для апгрейдов к сожалению в каждом улье всего лишь не более четырех потому что в принципе в принципе в них еще можно было бы установить продакшен апгрейд причем их можно поставить до восьми штук каждый из которых увеличивает на 20% вероятность производства полезной продукции то бишь в частности медовых сот соответственно это дело до на восемь в сумме в два с половиной раза больше получится а то и в три с половиной но для их изготовления нам нужен royal jelly а это продукция получаемая из сот точнее даже не то чтобы из сот а в общем-то империал имперские пчелы для этого нужны это достаточно длинная цепочка селекции необходима для того чтобы их вывести поэтому пока что обошлись без кстати на сам сил апгрейд нам потребовался пчелиный воск воск добывается из большого количества различных сот в том числе из самых что ни на есть обыкновенных хани комбов которые производят мэдоу пчелы пришлось дать им некоторое время поработать и в общем целом их хватило и кстати говоря одним из побочных продуктов переработки силки прополиса является просто обычный пчелиный прополис который можно легко превратить в резину более того можно вывести пчел которые производят этого прополиса много прям таки вот с гарантией по одному из каждого комбо и выводятся они не так уж и сложно что диледжент что анвайры да какое то время придется конечно же посидеть позаниматься генной инженерии но в общем целом это тоже возможно это вполне себе альтернативный способ производства резины в любых промышленных масштабах почему бы и нет ну да ладно сейчас в общем то речь не об этом сейчас речь вот об этом у нас есть в достаточном количестве пчелиный пчелиный шелк что нам дальше с ним нужно сделать во первых из него нужно собрать волвен силк волвен силк так здесь у нас ну тут без вариантов ассемблер вода и соответственно так и интегрейт адсертед конфигурэйшн 9 ну что ж мне их нужно 7 а 7 штук я сделать не смогу да смогу сделать только 8 ну что ж давайте сделаем 8 какая проблема значит мне потребуется в ассемблер залить 4 ведра воды так 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 наверное я это сделаю через его заднюю стенку в общем сейчас все это подготовлю все готово ассемблер вода конфигурация 9 поехали чпоньк чпоньк пока не производится давайте сразу подумаем над следующим шагом следующим шагом для того чтобы сделать собственно сумку будет изготовление механизма под названием карпентер это механизм из forestry и делается он элементарно стоит исключительно некоторого количества бронзы приблизительно тут 6 и тут еще 8 14 кусков бронзы и 2 стеклышка сейчас сделаем вот он почти готов кстати говоря немалое количество бронзы можно получить я по крайней мере его получил переработав нафиг обратно на исходные компоненты свои бронзовые доменные печки каждый блок который на свое изготовление требовал 6 бронзовых пластин а если затянуть их в rockcrusher то мы получаем 6 кучек бронзовой пыли так что в принципе все ресурсы фактически возвращаются почти полностью в исходном виде ну там еще немножко глины более того конкретно бронзовую пыль при помощи центрифуги можно даже разделить обратно на медь и олово так что процесс не необратимый а как раз таки вовсе наоборот ну что ж карпентер готов поставлю я его ну например сюда вот питание тут есть ему потребуется некоторое количество воды для работы так 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 ну и танк по-моему дальше сюда кажется сама сумка и алмаз так сумка давайте для начала майнерс сумку наверное да или диггерс да без разницы какую-нибудь потом все равно все придется переделывать так и алмаз я кстати не знаю можно ли залить него воды просто ведром так давайте проверим еще разок рецепт да здесь сумка там может быть конечно сумка нужна именно в режиме вот таком вот так почему-то что тебе еще не нравится или именно из-за отсутствия воды он мне не показывает рецепта скорее всего да скорее всего да ему нужно ведерко воды сейчас зальем ведерко воды залили и процесс в общем-то пошел не очень торопливый но так или иначе как-то он вполне себе происходит как там у нас там в общем-то движки блестит к тому чтобы заполнить полностью капаситер банк кстати я увеличил его объем до 20 миллионов добавив еще пару блоков и теперь в общем-то эти двигатели будут включаться несколько реже так как там процесс наш почти 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 очень близок к завершению и наконец-то тадам вот наша Diggers Wolven Backpack 45 слотов втрое больше чем было и вот с двумя такими сумками Diggers плюс Miners можно уходить в шахту уже очень надолго ну вторая пока еще не готова на нее шелк не произвелся ну да ладно это в любом случае уже дело техники главное сам принцип ну а на этом на сегодня у меня все надеюсь вам это видео было чем-то полезным всего доброго и до новых встреч